Всем привет! Сегодня у нас на обзоре беспроводные микрофоны для мобильных устройств от компании Комико, моделька Vimo S. Это недорогие микрофоны стоимостью 84 доллара за два микрофона. Type-C или Lightning на выбор. Есть белого и черного цвета. Из фишек здесь шумоподавление, оно здесь двойное. Вот так открывается, напись Комико. Внутри коробки у нас вот в таком конверте находятся наклейки инструкции, все остальное находится снизу. Вот такой здесь небольшой кейс, больше напоминает кейс от наушников. Это не то, что в сумку видеографа, это в обычный карман спокойно влезет. Здесь у нас показывает, насколько заряжен кейс и насколько заряжен каждый из микрофонов. Вот так выглядят микрофоны, маленькие, удобные, мы к ним обязательно еще вернемся. Где же находится ресивер, спросите вы? А он находится вот так сверху, на магните. Вот так вот он вставляется. Удобное решение, вот такой ресивер вставляется в Type-C разъем в моем случае. Также есть Lightning, функциональные клавиши, два светодиода, которые показывают, какой из микрофонов подключен. Это у нас управление громкостью. Type-C разъем здесь для подключения наушников, для мониторинга звука. И выводы еще одного разъема Type-C, чтобы, например, заряжать ваше устройство через Powerbank. Это все очень легкое, но главное здесь не перепутать Type-C разъемы. И здесь есть Type-C разъем, и Type-C разъем для зарядки кейса. Если вы вставите сюда, то кейс просто не зарядится. Также есть функциональные клавиши, которые показывают, насколько заряжен кейс и микрофоны. По комплектации здесь Type-C кабель средней длины, хорошего качества. Вот такой переходник с Type-C разъема на Type-C и миниджек для мониторинга звука и зарядки вашего устройства. И две вот такие вот ветрозащиты. Ветрозащиты неплохого качества. Они вот так вот надеваются. Я сейчас это продемонстрирую. Вот так они вставляются. Удобные на самом деле решения. Даже если петличка уже на вас одета, вам очень легко надеть эту ветрозащиту. Вот так со стороны это выглядит. Давайте повнимательнее посмотрим на микрофон. Надпись Комика, светодиод сверху. Микрофон. Клавиша, которая при одном нажатии выключает звук. При длительном нажатии включает шумоподавление. С другого бока ничего нет. Снизу тоже мощная прищепка и контакты зарядки. Легкие микрофоны. Кейс тоже легкий. Что касается ресивера. Здесь тоже есть клавиша. Она включает у нас шумоподавление. Светодиод начнет мигать не синим цветом, а зеленым. Что касается автономности. То заявлено, что микрофоны проживут до 5 часов работы. А с кейса вы можете зарядить еще до 15 часов. С учетом того, что и микрофоны небольшого размера. И кейс тоже небольшой. Это очень хорошие показатели. Работают они на частоте 2,4 ГГц. И заявлено до 200 метров. Я смог протестировать до 100 метров. Ловят отлично. По подключению здесь все очень просто. Вы сначала вставляете ресивер. Здесь у вас начинают мигать светодиоды. Вы берете какой-нибудь из микрофонов или сразу оба. И они автоматически друг к другу подключаются. Вот уже подключенный микрофон. Светодиод горит здесь и здесь. И все. Вы можете им пользоваться. Все очень просто. Давайте теперь начнем его тестировать. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка беспроводного микрофона от компании Камико. Сейчас мы находимся в помещении. И звук вот такой. В дальнейшем мы выйдем на улицу. Протестируем как работает шумоподавление. Давайте сейчас послушаем тишину. Это все направленные микрофон в 360 градусов. Сейчас я постепенно его отдаляю. И посмотрим как изменится звук. Сейчас расстояние до микрофона примерно 1 метр. И звук вот такой. Расстояние сейчас примерно 15 сантиметров. Я его верчу в разные стороны. И посмотрим как будет изменяться звук. Вот таким образом он записывает звук в помещение. Давайте теперь перейдем на улицу. Продолжаем проверку микрофона Камико. Сейчас мы на улице. Ветер не сильный. Вот такой звук. Поворачиваюсь в разные стороны. Чтобы точно поймать ветер. Звук сейчас без шумоподавления. Давайте послушаем тишину. Сейчас включено шумоподавление на микрофоне. И звук вот таким образом изменился. Небольшой ветер появился. Тоже поворачиваемся в разные стороны. Чтобы его точно поймать. И слушаем тишину. Вот такое качество записи микрофона Камико. Сейчас я иду по снегу. Слышен достаточно громко вот этот хруст снега. Не знаю как микрофон его уберет. Но вот такое качество записи. Сейчас приду домой. И уже послушаю. Сделаем выводы. Вот такой тест беспроводных микрофонов от компании Камико у нас сегодня был. Меня звук порадовал. За эти деньги все вполне достойно. Звук чистый самое главное. С ним можно работать. Я в целом удивлен как за последнее время спрогрессировали такие беспроводные микрофоны. Недорогие. Если год назад за эту стоимость микрофон это было такое себе. То есть сейчас и в плане звучания. И в плане внешнего вида. Это вполне рабочие микрофоны. С которыми можно и нужно работать. Весь звук который вы слышали до этого он был без обработки. Если обработать то звук будет еще лучше. За эти деньги мы получаем сразу два микрофона хорошего качества. Напишите ваше мнение внизу в комментариях. Можете сравнить с предыдущим микрофоном который был на обзоре. Какой вам понравился больше. Но я однозначно удивлен. Мы будем также продолжать тестировать разные беспроводные микрофоны. Недорогие. Дорогие. Будем смотреть. Выбирать что лучше. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Дальше будет только интересней. Берегите себя. Пока пока.